Мат-капитал для первенцев и повышение выплаты на второго ребенка. Это часть послания президента страны Владимира Путина. Федеральному собранию уже второй день волнует общественность. Тем более, что накануне в своем выступлении президент заявил, что новшество должно действовать уже с 1 января текущего года. Однако, такого закона пока что нет. Он лишь в планах. Как реагируют челнинские семьи на новость от президента страны? Денег надо было очень много, потому что нужно было все покупать для ребенка. Это вплоть от кроватки до одежды. Это очень много там. Айгуль Набеева около года назад стала мамой. Сейчас новоиспеченным родителям стало легче в финансовом плане. Но начинался этот путь тяжело в купе с ипотекой. Поэтому предложение президента страны о повышении выплаты для вторых детей на 150 тысяч рублей. Напомню, сейчас его сумма составляет 466 тысяч. Семья Айгуль восприняла с надеждой. Мы с мужем обрадовались этому, потому что мы планируем второго ребенка. Я считаю, что вообще такое увеличение размера, оно очень поможет молодым семьям. То же касается предложения о мат-капитале для первенца. Например, челнинцы Алена и Игорь готовятся начать семейную жизнь. А после недалеко и дети делятся они. Помочь может как? Ну, элементарно, вот сейчас материнский капитал можно вложить в ипотеку. То есть, если вот у нас ипотечная квартира, и получив материнский капитал за первого ребенка, мы можем часть этого, так сказать, сноса покрыть. На ребенка уходит очень много денег. И вот этот закон, он в первую очередь поможет малоимущим семьям, кто действительно хочет ребенка, но у них нет на это финала. Статистика заключения брака в Челнах не радует. Данные за прошлый год в целом ЗАГС пока не дает. Но за его 8 месяцев поженились всего полторы тысячи пар, а разводятся все чаще. Тем не менее, уровень рождаемости в городе остается высоким. В 2019-м на свет появилось почти 7 тысяч детей. И сохраняется прирост населения. А по республике дела обстоят похуже. По данным Минтруда Республики, в Татарстане рождаемость за прошлый год снизилась более чем на 8% по сравнению с 2018 годом. Детей родилось меньше на 3,5 тысячи. В целом, по статистике, в Татарстане рождаемость падает уже в течение последних нескольких лет. Выплата на первого ребенка и увеличение маткапитала на второго поможет выправить ситуацию, отметила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. На странице в соцсети отреагировал на послания президента страны и мэр Автограда Наиль Магдеев. Выплаты на рождение детей и финансовая поддержка семей будут еще больше способствовать естественному приросту населения. Поэтому детские сады, возведенные в набережных Челнах благодаря национальным проектам, будут востребованы. В местном отделении пенсионного фонда сообщили, пока неизвестно, как именно будут осуществляться нововведения. Но точно ясно, что программа маткапитала продлевается минимум до конца 2026 года. Виктория Евсеева, Эльнар Мустафин, Челны, 24.